Вот, вот ты, вот, разбросал носки здесь, говнюк. Какого хрена ты мне не сделала пожрать? Я с работы приперся тут. Где моя еда, тварь? Чуши много, но ибо иногда бывает, что очень важное мнение может появиться. Поддерживаешь ЛГБТ? Ты ше? Как так-то вообще? Сегодня такая невротичная будет история про ссоры. Почему невротичная? Потому что в большинстве случаев мы боимся ругаться. Хотя на самом деле это очень часто бывает и даже хорошо. Хорошо. Мы не любим ругаться, потому что это очень сильно выматывающе. Но если посмотреть на это немножко с другой стороны, то мы можем найти и плюсы. Давайте поговорим про эти плюсы. Их на самом деле не очень много, но тем не менее они достаточно весомые. Погнали. Когда пара начинает ругаться, она может подойти к этому конструктивно и через это выйти на более глубокий уровень доверия. Повторюсь, мы боимся ругаться, потому что это неприятно, это выматывающее, это ругань. Она всегда про что-то противное, плохое и так далее. Но когда мы не ругаемся, мы можем начинать подозревать что-то. И у нас падает доверие. Мы не знаем, что думает наш партнер, что думает другой человек. Мы иногда не знаем, что думаем мы в конце концов. По-настоящему, что мы думаем. Мы начинаем думать про жену или мужа, то, что вот у них, у нее там что-то там в уме и так далее. А с помощью хорошей, так сказать, драки, ну, грубо говоря, драки, естественно, я не призываю никого драться, с помощью хорошей ругани, мы можем на самом деле, с одной стороны, в немного деструктивной форме, но тем не менее, рассказать все, что у нас на душе и услышать то, что на душе у другого человека. Вообще, в целом, не стоит ругаться, стоит пытаться разговаривать всегда и разговаривать конструктивно. Не обвинять кого-то. Вот, вот ты, вот, разбросал носки здесь, говнюк. А говорить то, что, блин, я тут убиралась, пожалуйста, положи, ну, там, на место носки. Да, казалось бы, акцент разный, но про одно и то же. И за счет этого акцента можно, опять же, выйти на конструктивный разговор. Когда мы не говорим о себе, когда мы не узнаем о нашей жене или муже, что он думает или она, о чем она переживает, у нас появляется напряжение. И иногда после, если доходит дело, дорога не, это напряжение уходит. Именно в этот момент, повторюсь, мы можем максимально снять ту психическое напряжение, которое у нас накопилось за годы, возможно, отношений. Но еще раз, я в каждом пункте буду говорить, стараться, по крайней мере, буду говорить об этом, то, что нужно конструктивно вести, да, конструктивно ругаться. Не кидаться ничем, ни в коем случае, не драться, ни в коем случае, а говорить. Возможно, на повышенных тонах, это тоже нормально. Но обязательно только говорить. Еще один позитивный момент, то, что, наконец-то, не только вы узнаете о своем партнере, да, что-то новое, но и ваш партнер узнает о вас, наконец-то. И еще одно напряжение, слой напряжения спадет. Еще один слой недоговорок уйдет. Еще, вы сделаете еще один шаг ближе друг к другу. Это очень важно. И очень важно, на самом деле, очень важно доверять друг другу. И очень важно спрашивать. У нас почему-то принято молчать, отмалчиваться. Причем отмалчиваться не только со стороны социума, да. Когда к тебе подходят и говорят, как у вас дела? Привет, как дела? Нормально. Происходит ответ. Но иногда стоит говорить о своих переживаниях. Естественно, не каждому прохожему, да, а, ну, близкому человеку, то, что, черт возьми, меня он беспокоит вот это, это и это. И с этим надо что-то делать. Также и в отношениях. Это очень важная история. То, что, когда вы чувствуете, что-то происходит не то, обязательно поговорите. Не сдерживайте себя. Ни в коем случае. И о вас узнают, о ваших переживаниях. И вы узнаете о переживании вашего мужа или жены. Очень важная история. Повторюсь. Очень важно, как донести это. Вы, с одной стороны, можете, там, бить тарелки классические, там, да, там, орать, там, еще чего-нибудь. Но, повторюсь, очень важно донести конструктивную мысль. Никакого хрена ты мне не сделала пожрать. Я с работы приперся тут. Где моя еда, тварь? Так, естественно, не стоит. А, например, вы можете сказать то, что мне бы очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы ты готовил мне еду, потому что ты делаешь это очень вкусно. Мне очень хочется есть после работы. Опять, акценты разные, но суть одна. Но акценты разные. И с одной стороны это конструктивно, с другой стороны деструктивно. С одной стороны мы, как бы, поддерживаем нашего партнера, да, вот, в частности, жену. А с другой стороны мы свою жену обесцениваем. Какая, что ж ты за хозяйка, тварь такая, блядь, даже мне поесть не дашь. Ну, что это вообще? Разница всего лишь в акцентах. Еще один позитивный момент в ссорах. Вы, наконец-то, поймете, то, что ваша половинка, она, ну, автономная единица. То, что за долгое время общения между собой, за очень долгое время проживания друг с другом, многие люди начинают сливаться. И совершенно на автомате муж думает про жену, то, что жена имеет точно такое же мнение, как у него. Или наоборот. Или с детьми такое часто бывает, особенно с подростками. То, что, ты че, я не знаю, поддерживаешь ЛГБТ? Ты че, как так-то вообще? А, ну, собственно, у человека свое мнение, потому что он вырос. Или у жены свое мнение, потому что она все-таки живет немножко про другое. И вот момент ссоры очень хорошо для понимания того, то, что внеедино и целое. И вы единым целым, в принципе, не должны быть. То есть, вот эта фраза про «моя половинка» мне всегда приводила в какое-то смутение, потому что это не должно быть половинка, ты должен быть единицей. Ты должен быть, ну, как бы, сам единицей, личностью. И тебе не нужна половинка, чтобы стать этой личностью. Но это уже просто зависимое отношение, это немножко другое видео. Еще один такой позитивный момент в ссорах. Это встречается реже, но, тем не менее, вы поймете, что вам не нужно быть идеально, в конце концов. То, что у каждого есть свои какие-то минусы. Плюсы тоже есть, безусловно. Но есть и минусы, и нет никакого идеального человека. Очень часто мы навешиваем на другого, там, нашу половинку, другую. Какие-то благостные ожидания. Это самый лучший человек. Она всегда, там, будет ради меня, там, или он всегда будет рядом со мной поддерживать меня и охранять меня, и так далее. То есть мы наделяем какие-то идеалистические моменты на наших партнеров. И во время ссоры вы, наконец-то, поймете, что не вы и не идеальны. И к вам есть претензии. И над этими претензиями стоит работать, что тоже очень важно. И у другого человека тоже, он тоже не идеален, у него тоже есть минусы. Потому что идеала в мире не существует никогда. Стремиться к идеалу стоит, безусловно. Но, по факту, идеала не существует. Как я уже говорил на одном из видео, есть так называемая зона ближайшего развития. Вот иногда ссора помогает найти эту зону ближайшего развития. Повторюсь, только если это ссора конструктивная. Обязательно важно понимать свои ощущения, свою жизнь, что ты делаешь, как ты делаешь. Но порой иногда важно послушать, что вовне говорят о тебе. Причем, естественно, очень часто это бывает, что чуши много. Но иногда бывает, что очень важное мнение может появиться, которое вы никогда не замечали. Есть мнение, что во время ссоры в нас начинают вступать наши внутренние дети. Посмотрите, как ссорятся дети, ругаются, условно, в песочнице. Примерно так же ругаетесь вы, когда доходите до пика эмоционального. Вплоть до того, что отдай моя лопатка, отдай мой пульт, я буду смотреть этот телевизор и так далее. Бывает такое. Поэтому очень часто и важно понимать, что вы взрослый человек, и вы сами можете управлять своими эмоциями и попытаться найти какие-то блага и плюсы даже в самой жесткой ссоре. Чуть ли даже не в войне, прости господи. Но это, опять же, немножко другая тема. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, вот это все. Всем спасибо, всем пока.